Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Скляров, я выпускник музыкальной школы номер один 2011 года по классу эстрадного пения. Сегодня в этот замечательный день я постараюсь обойтись без пышных речей, пышных поздравлений и шаблонных фраз. А, собственно, хочу сказать то, что я чувствую сейчас и то, что я чувствовал в то время, во время обучения. Вы знаете, музыка — это не только извлечение нот, исполнение произведений и чтение с листа. Музыка для меня и для многих это в первую очередь способ изучения мира, это психология. Приходя в музыкальную школу, я понимал, что там все по-другому, там другие люди, другие проблемы, другие задачи, время идет совершенно по-другому. С годами я понял, что мое мироощущение, мое мировосприятие меняется, и мне уже все сложнее и сложнее возвращаться в обычный, в обыденный, серый, рутинный, скучный мир. И я понял, что хочу связать с музыкой всю свою жизнь и не выходить из этого ощущения никогда. И вот на сегодняшний день я являюсь учеником всем известной Ларисы Александровны Долиной. Мне посчастливилось познакомиться со многими деятелями искусств и вершителями истории России. И совсем недавно мне посчастливилось петь на одной сцене с самой Ольгой Кормухиной. Это было очень круто и очень ответственно. Друзья, я четко могу вам сказать, не бойтесь своих мечтаний, ставьте цели и идите к ним вперед, несмотря на трудности. Конечно, в этот знаковый, знаменательный день мне бы хотелось остановить свое внимание на каждом из педагогов нашей музыкалки. Но цигель-цигель, вы понимаете сами. В любом случае я хочу передать огромный привет своему педагогу. Вы знаете, даже не просто педагогу того времени, а моему учителю и по сей день. Не только музыке, но и жизни. Светлана Константиновна, я вас очень люблю и уважаю. Я рад, что несмотря на все хитросплетения судьбы, мы с вами остаемся дружны и нам всегда есть, что обсудить. Наталья Васильевна, вам я желаю также крепко держать штурвал и продолжать помогать своим коллегам-педагогам созидать. Я уверен, в созидании правда. Спасибо, друзья. С вами был Юрий Скляров.